А сейчас традиционная рубрика «Патрульная служба». В дежурную часть Краснохолмского отдела полиции поступило сообщение от представителей лесничества о незаконной рубке почти 100 кубометров деревьев различных пород. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами Краснохолмского отдела полиции задержали 41-летнего подозреваемого. Установлено, что мужчина занимался производством и реализацией древесного материала, имел на это разрешительные документы, но в процессе заготовки перешел границы участка и совершил незаконную рубку деревьев. Спиленную древесину вывез на тракторе и продал местным жителям. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила свыше 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. 9 июля в Тверском областном суде допрошены потерпевшие по делу в отношении осужденного в 2018 году вора в законе Артура Атабейкиана, известного в криминальной среде как Артур Молодой. Как мы уже сообщали, на этот раз осужденный обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. По данным предварительного следствия, в 2016 году обвиняемый был признан так называемым вором в законе. Осужденный в 2018 году он был направлен для отбытия наказания в Бежицкую справительную колонию, где, придерживаясь своего криминального статуса, 789 раз нарушил установленные правила внутреннего распорядка. За нарушение выдворялся в карцер и ШИЗО. Кроме того, в октябре 2019 года обвиняемый совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии. Напомним, это первый факт, выявленный на территории Тверского региона, ранее уголовные дела по статье 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации не расследовались. Мы следим за ходом событий.